Вы смотрите «Все включено» и мы наконец-то подошли к теме, о которой упомянули в самом начале программы – микрозелень. По-моему, поговорка «размер» имеет значение, это точно про нее, причем чем меньше, тем лучше, так утверждают специалисты. Кстати, считается, что впервые микрозелень использовали для питания космонавтов, а в меню обычных людей она появилась гораздо позже. Первыми открыли для себя крошечные ростки в 80-х годах прошлого века шеф-повара из Сан-Франциско. Сначала они просто украшали ресторанные блюда миниатюрными листьями рукколы или свеклы. Когда выяснилось, что в маленьких растениях скрыта огромная польза, диетологи возвели съедобные ростки в разряд суперфудов. И началась настоящая микрозеленая революция. В чем большая сила маленьких растений, узнаем у специалиста. На связи со студией нутрицолог Наталья Аудучинок. Наталья, действительно ли микрозелень полезнее своих взрослых собратьев? И чем? Да, действительно, вы должны знать, что именно в микрозелени растений содержится больше всего витаминов и других полезных веществ. Их содержание может быть до пяти раз выше, чем у взрослых растений. И знаете, это очень легко объяснить. В период активного роста и деления клеток юная зелень, она концентрирует в своих стеблях и в листочках как раз вот эти все питательные вещества из семян. Это минералы, органические кислоты, витамины. Поэтому польза микрозелени, она огромна. Вот ее горсть, она может быть даже гораздо ценнее, чем один килограмм свежего салата, салата и свежих овощей. И тем более, что полезные вещества вот из этих юных побегов, они усваиваются организмом человека быстрее и лучше. А какие виды микрозелени вы бы порекомендовали для профилактики конкретных проблем? Каждый вид микрозелени ценен по-своему. Например, для людей со склонностью к высокому холестерину будут очень полезны побеги красно-качаной капусты, потому что в ней очень большое содержание полифенола, больше даже, чем в кочанах. Поэтому это будет защищать от сердца и сосуды, от вот этих неблагоприятных воздействий. А также, кстати, это очень хорошо для людей, кто озабочен снижением веса. Почему? Потому что микроростки этой капусты богаты витамином С. В них в 40 раз больше, чем во взрослом растении. С чем лучше всего сочетать микрозелень и сколько ее нужно съедать в день? Микрозелень – это ростки, которые срезают на 7-10 день после посевов. Так вот, ежедневная доза полезной зелени – это 30-50 грамм. И вот этого количества вполне достаточно, чтобы получить очень хорошую порцию микроэлементов и витаминов, необходимых для нашего хорошего самочувствия. И поскольку оказалось все-таки, что содержание витаминов в молодых растениях в 3, 5, иногда и в 40-50 раз выше, чем в дозревших, поэтому считается, что вот 2 чайные ложки микрозелени ежедневно при здоровом питании и здоровом образе жизни способны предотвратить очень многие негативные изменения в нашем организме. Большое спасибо за полезную информацию. В общем, делаем вывод. Микрозелень – настоящий суперфуд и отличная альтернатива аптечным витаминам или экзотическим киноа и ягодам Годжи. И при этом доступны каждому. Микрозелень легко вырастить на вашем подоконнике даже без земли. Как это сделать и какие культуры лучше выбрать для посадки, узнаем у эксперта. Прямо сейчас полезные советы для новичков. Сейчас самое время как раз при помощи микрозелени восстановить свой иммунитет, улучшить его. Но какие культуры, кроме крест-салата, замечательно подойдет еще рукола. Очень хорошо для этой цели подойдут, конечно, различные виды салатов. И даже, даже, это огурцы. Потому что вот даже проростки, они уже пахнут настоящим свежим огурцом. Ну, очень многие используют бобовые культуры. Например, проростки сои очень сильно эффектно смотрятся, например, в том же винегрете. Многие из них можно, конечно, и купить в магазине. Для этого совершенно не обязательно покупать дорогостоящие красивые красочные пакетики, в которых и семян-то мало. Можно купить в магазинах вот такие вот дешевые семена. Стоят всего рубль 50. Для домашних условий можно использовать различные вот такие вот емкости, в которых мы покупаем какие-то продукты в маркетах. Вот, например, этот вот из-под орехов. Мы наполнили его обычной ватой, медицинской ватой. Но нужно тут смотреть, чтобы вата была натуральная. Мы берем холодную кипяченую воду и наливаем ровно столько воды, чтобы вата у нас была полностью смочена. Но чтобы вода не стояла поверх ваты. Потом берем обычные семена, ну, например, этого же крест-палата, вот то, что я сегодня посею, мы можем использовать, ну, например, через 3-4 дня уже в пищу для приготовления бутерброда. Берем обычные семена, абсолютно никак их не готовим, а просто посыпаем погуще немножко, для того, чтобы всходы вот этих вот проростков, они были достаточно такие густые. За последние несколько лет микрозелень прочно обосновалась не только на подоконниках садоводов и в тарелках зожников, но и в меню многих тюменских ресторанов. Нежные ростки постепенно вытеснили привычный укроп и петрушку, которыми раньше декорировали салаты и горячие. За что наши шеф-повара так ценят этот продукт, и какие блюда могут стать ярче и интереснее, если в них добавить микрозелень? Давайте узнаем! Шеф-повар Ксения Вахрушева точно знает, что секрет эффектной подачи в деталях, и словно художник, создаёт на тарелке настоящие шедевры. Микрозелень для неё – неиссякаемый источник кулинарного вдохновения. Хочется взять листик, ущипнуть его, попробовать закрыть глаза и насладиться вкусом. А палитра огромная от насыщенного, горького, уходящего, потрясающе нежные лепестки анютиных глазок. И да-да, бывают не только микрозелень, но и микроцветы, которые очень здорово использовать именно в десертах. Лепестками фиалки и микролисточками календулы украшают мороженое, запечённые фрукты и муссовые десерты. Миниатюрная кинза идеально подходит к красному мясу. Горчица и редис к рыбе, а крохотная рукола и базилик – классическим итальянским блюдом. Всё же мы едим и глазами, и это очень важно – увидеть зелёные лепесточки на палитре, например, того же ризоток. Применение микрозелени в кулинарии практически безгранично. Брускеты, салаты, супы – она везде к месту. Кстати, традиционный омлет на завтрак или утренний смузи станут в десятки раз полезнее, если добавить в них молодые листочки. Витаминов здесь, правда, как на целой грядке. Мы очень часто не думаем о том, что на нашей тарелке появляется зелень, многие очень к ней лояльно относятся и считают, что это просто часть блюда. Но на самом деле они съедают тем самым достаточно большой такой пучок витаминов, даже не думая об этом. Есть в микрозелени ещё один приятный бонус – её пикантный вкус вполне может заменить многие привычные специи и передать высокие оттенки самым обычным блюдам.